Фильмы детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Мы второе поколение людей, которые выросли в Советском Союзе. Что казино это грех. Как много времени понадобилось обычному официенту, чтобы взлететь по карьерной лестнице казино? Карьерный рост идет достаточно быстро. Можно ли обобрать казино? Само мошенничество происходит нечасто. И как проходит жизнь тех, для кого казино просто богатые соседи? Выезжаем на зарубежные конкурсы. Все развивается, идет вперед. Хочу купить для центра дискуссии автобус. Уникальные конкурсы. Люди с казино приезжают к нам отдыхать. Стали отдыхать культурно. В 1253-м французский монах, поверенный в делах Людовика IX, совершил поездку в Монголию. И нашел там большую реку, переправляться через которую надлежало на судне. В 1858-м Шокан Валиханов сделал заметку в путевом дневнике. Переправу через Ильи содержат казахи рода Албан. Производят на плоскодонных суднах. Чуть больше, чем через 100 лет, в 1969-м большую Ильи перекрыли. А в начале 70-го первый агрегат Копчегайской ГЭС дал промышленный ток. Весной под воду нового Копчегайского водохранилища ушел поселок Ильиск. 5 тысяч жителей переселили в Новый Ильиск. И уже через несколько месяцев поселок переименовали в город Копчегай. Четыре года назад еще этого не было. Конечно, построить такой город в короткий срок могли только люди, коммунисты, комсомольцы. Они начинали город в колышко, жили в палатках. Ни песчаные бури, ни штормовые ветра не смогли погостить индивидиазм строителей. Представляете, сколько у нас еще работы. Прекрасное девятиэтажное здание оригинальных современных архитектурных форм поднимется в трех новых микрорайонах. Дворец культура, стадион, морской вокзал. Само, как именуют его местные жители, море получилось больше, чем в 117 километров длиной. Ширину раскинулось на 25-30 километров, глубина доходит до 40 метров. А город Копчегай стал городом стратегического значения. В случае чего водой из водохранилища можно несколько лет поить Алматы. Поговаривают, что еще в те времена один из потенциальных противников могучей империи нанес Копчегай на карту городов, которые нужно уничтожать сразу же после начала боевых действий. Сами же видите, я вот в городе 41 год, как работаю в школе, и 41 год живу здесь в Копчегае, и знаю город его с самого начала практически, и знаю, как развивается. Вот сейчас много цветов, много зелени, все развивается, идет вперед. Она может, иногда людям не так, может, и заметно. Было совсем пустынно, здесь не было людей на улице, было встретить очень сложно. Была обстановка в самой стране, только становление. В непростые первые годы независимости в Копчегае, как и во всей стране, было серо, уныло и как-то совсем нерадостно. Люди бросали квартиры и уезжали поближе к теплым огням больших городов. В 2006-м президент страны рассказал о первой улице развлечений в Копчегае. После этого сюда вновь стала возвращаться жизнь. С побережья исчезали свалки мусора и пищевых отходов, а в оконных проемах брошенных многоэтажек вновь появлялись стекла. Мы бывали в разных местах в мире. Вырос я на Копчегае, у нас здесь была дача. Хотелось создать что-то уникальное для семейных пар, для семей с детьми, именно детский отель. Ну, с этого все и началось. За 6 лет мы построили этот отель. Здесь еще нельзя реализовать самое сокровенное. Трудно затеряться в толпе туристов, но уже можно неплохо оторваться. Вдали от суеты, смога и шума больших городов. Мимо Копчегае-2015 ночью проскочить невозможно. Впрочем, и днем в голове появляются мысли о многомиллионных состояниях, выигранных благодаря удачно упавшему на рулетку шарику. Времени здесь нет. Оно исчезает сразу после того, как за вами закрываются входные двери. Казахстанские казино предлагают максимум удовольствия. Клиентами у нас разбрасываться не принято. Это в Макао или Монте-Кару. Они спотыкаются друг об друга, стоят в очереди к автоматам или покупают еду за деньги. У нас же все чинно благородно. На бесплатную трапезу порой слетаются, как называют их игроки, чайки. При входе они обменяют деньги на фишки, поедят, поменяют фишки на деньги, так и не сделав ни одной ставки. И довольные улетят в город. Малая часть того, что мы можем предложить. Мы предлагаем очень, как я до этого говорил, хорошую кухню. То есть можно в ресторане очень хорошо покушать. Не побоюсь этого слова, изысканные блюда попробовать. Есть у нас шоу-программы для гостей. Как правило, это выходные дни. Живая музыка обязательно. Но все же большая часть посетителей – люди, которые просто хотят отдохнуть и немного разогнать кровь адреналина. В населенных пунктах близ казино любят рассказывать о багажках, которые дают водителям несколько фишек на счастье, а те выигрывают дорогие японские внедорожники. Еще есть легенда о человеке, который подсказывает, на что ставить. С этого и живет. Мол, в случае победы довольный гость может неплохо одарить подсказчика. Ну и в случае проигрыша особо не наругают. Еще здесь периодически вспоминают ограбление казино. Оно было единственным в официальной игровой истории города. Закончилось тем, что грабители взяли кассу в несколько десятков тысяч долларов, ну а потом их нашли и посадили. Впрочем, за шальными деньгами в казино иногда приходят не только с автоматами. В Копчегае о попытках обмануть казино тоже ходят легенды. Ведь где-то глубоко в душе каждый мечтает мгновенно разбогатеть. И, может, уже разрабатывают свою многоходовочку. Если существует какое-то подозрение о мошенничестве или подыгрыше, то игра останавливается с гостем. Гостя выводят из заведения и в дальнейшем присваивают ему статус блэклист и запрещают вход в казино. Блэклист попадают обычно те, кто хотят обойти правила игры. Основным видом является увеличение ставки. То есть гость, увидев, что он выигрывает, то он подставляет ставку. Это один из основных. Вторым моментом является обмен карт. Казино уверяют, что с их стороны махинации быть не может. На рулетку не прилепишь магнит. Она алюминиевая, а уровень любой клиент может проверить с помощью прибора. Таких прецедентов, впрочем, не было. А вот случаев, когда в черный список своих близких вносили любящие жены и родители были. Как и такие, когда сами клиенты просили вписать их в блэклист. Тут уж просто хвала их самообладанию. Ведь ходят среди жителей Копчегая и истории о безумцах. Просаживавших казино, движимое и недвижимое. Любой желающий практически может хоть один раз, но посетить заведение и попробовать свою удачу. Был период времени, когда наш бизнес, игорный бизнес был запрещен на территории Казахстана. И при этом соседняя республика, в данном случае Киргизия, воспользовалась этим. И у них буквально был очень большой подъем на этом фоне. У них было развитие своего игорного бизнеса. И по сути, кто хотел себя не обделять азартным отдыхом, вынуждены были туда ездить и оставлять свои денежные средства. По данным Комитета по статистике, в Копчегае больше полусотни относительно крупных юридических лиц оказывают услуги в области игорного бизнеса. Действующих же казино – около десятка. Несколько других, расположенных вдали от главной улицы развлечений, свое уже, пожалуй, отжили. Лицензию на право занятия деятельностью выдают в Министерстве культуры и спорта. Так что четко понять, вид спорта или казино, или культурный досуг на законодательном уровне сложно. Тут уж каждый, наверное, сам для себя решает. Местные исполнительные органы определяют границы игорных зон. За каждый стол официальное казино платит больше миллиона шестисот тысяч тенге в месяц. За автомат – около шестидесяти тысяч. Столов в казино должно быть не меньше двадцати, автоматов – не меньше пятидесяти. Минимальный подтвержденный резерв игрового заведения – не меньше ста тринадцати миллионов тенге. Вероятно, что к осени столов в официальных казино по закону должно будет быть не меньше тридцати, автоматов – не меньше полусотни. Но вне зависимости от количества игровых столов, клиенты официальных казино знают – здесь их деньгам и безопасности ничто не угрожает. Если вы достаточно хороший интеллектуал и достаточно профессиональный игрок в покер или в нарды, вы спокойно проведете время за покерным столом, выиграете, получите деньги в кассе и уйдете, для нас это одинаково, то я вам не гарантирую, что то же самое может произойти в незаконном игорном заведении, где в основном, ну, как бы всем известно, да, это не секрет, любое подпольное заведение имеет две стороны поддержки, да. Это, соответственно, уголовный мир и милицейский. И кому в руки вы попадетесь из этих двух организаций, это как бог даст. Подпольное казино. Вход сюда минимум 200 тенге, выход иногда буквально последние штаны. Играть сюда приходят не ради красивых интерьеров, а в надежде мгновенно быстро разбогатеть. Вот только происходит это чаще с одними и теми же людьми. И удача здесь совершенно ни при чем, как в наперске выиграть может только их владелец. В подпольных казино играют часто с такими же ставками, как в казино официальных. Вот только выигрыш зачастую получить невозможно. Большая удача уйти целым и не вредим. Владеют катранами, как правило, граждане соседних азиатских государств. У себя на родине за такой бизнес они могут получить вплоть до пожизненного. В Казахстане ответственности можно избежать. Вот и едут. Налогов такие казино, естественно, не платят, а в кассе каждый день может собираться около 18 миллионов тенге. Основные все беды это от подпольных казино, залов игровых автоматов. Потому что они не могут, во-первых, они не платят налоги. Гости, ну, те посетители, которые туда ходят, и я сомневаюсь, что с ними очень проводят честную игру. В уютном Копчегайском городе развлечений казино – это не только возможность играть на деньги. Индустрия – это здесь становится индустрией не игры, развлечений. Бизнес в укороченном виде, как именно казино. Для нас мы люди, все-таки выросшие на… Мы второе поколение людей, которые выросли в Советском Союзе. Мы воспитаны теми, той идеологией, что казино – это грех, это харам, это что-то здесь одни аферисты работают, одни мошенники работают, да, что здесь без того, как поиграть в казино, там, на деньги, в рулетку или во что-то, ничего нельзя делать в казино. То есть казино – это какое-то, ну, некое место, похожее на чистилище, да, где люди все свои грехи проявляют. Вот, поэтому мы хотели переломать вот этот стереотип и показать, что во всем мире я лично неоднократно присутствовал в Монте-Карло, когда высокие, очень высокие представители правительства назначают встречи именно внутри казино. Высоких чиновников на людях в наших казино не встретишь. А с того, что гость играет в шахматы, Ленардо казино не заработает денег. Но зарекомендует себя, как заведение, в которое можно приходить. Такой недикий, уже цивилизованный бизнес – отличительная черта не всех. Кто-то по-прежнему ломит цены на гостиницы, другие сервис не дотягивают, третий выигрыш не отдадут день в день. Ведь казино мы представляем немножко по-другому для себя. Это индустрия развлечений. Это место, где люди могут отдохнуть. Мы открывали Бомбей именно в виде такого города развлечений, где если человеку интересно играть с нами в азартные игры, мы готовы представлять это в виде игр в казино. В виде рулетки, игровых автоматов и тому подобное. Если человеку интересен ресторан, то у нас прекрасный ресторан. Если человеку интересно провести не только для души, но и для тела, у нас для этого существует СПА. Они могут играть на любой интерес – на отжимание, на бег вокруг заведения, на бег до Алматы. Пока в городе развлечений готовят ночную дискотеку, к очередному выступлению готовится Жасмин из города Копчега. Она тоже обожает шоу, выигранные награды своего педагога и девчонок по танцующей команде. Наша группа ездила в Болгарию, в город Приморск. Там большое, красивое Черное море. Мы видели много различных медуз и дельфинов. Мы ездили на фестиваль, выступали много разных танцев. Получили кубок, медаль и грамоту. Центру детского творчества Копчегая уже 42 года. Талгат Фардеев руководит им несколько десятков лет. Дети постоянно ездят по заграницам на конкурсы, побеждают в Казахстане. В школе учатся и будущие художники, и певцы. Прекрасному их учат с детства. Ведь когда в душе мир, и жить когда проще, и нужно, в общем-то, самую малость. Хочу купить для центра детского автобус, чтобы дети могли на него ездить и в оперный театр, и в спектакли, и на концерты, и в театры. То есть это должно быть обязательно. Для нас это необходимо. Мы сейчас раз за разом выезжаем, но это так, случайно. А так я хочу это поставить на серийный выпуск, чтобы это было. Дети постоянно знали, что такая возможность должна быть. Не зря говорят, что чем один раз услышать, лучше один раз увидеть. В казино тем временем уже сервируют шведский стол. Почти вечер по меркам казино. Скоро начнут собираться гости, и в зале станет шумно. Деликатесы на любой вкус в меню тоже сплоши изыски. Культурную пищу готовит Батихан. Раньше извещал гостей, что кушать подано. Сегодня уже совсем другая, более ответственная должность. Учился в геофаке. Случайно, совершенно, я устроился на работу в Асторию официантом. Большинство моих друзей, коллег, они начинали совершенно с других отраслей, которые даже несовпособны. Большинство моих друзей, даже топ-менеджера, когда-то работали на низших позициях вместе, начинали когда-то давно вместе. И, безусловно, карьерный рост идет достаточно быстро. Это не как где-нибудь, когда-нибудь, когда ты ждешься годами. Происходит быстро, если ты способен. Мы вот открылись, мы создали больше 400 рабочих мест. Набираем персонал, проводим с ним обучение. Причем не сказать, что это прям какой-то там буквально в двух словах, чтобы официант знал меню. Нет, мы полностью проводим цикл обучения, чтобы человек знал сервировку столов, меню, отличие хороших вин от средних вин. И мы всему этому обучаем. Поэтому даже в дальнейшем, когда он, допустим, захочет оставить эту такую работу и перейти в какое-то другое место, мы уверены за него, что он получил здесь стопроцентные знания, которые ему потом в дальнейшем могут пригодиться. Большинство работающих здесь граждане Казахстана. Большая часть из них, в свою очередь, уроженцы Копчегая, как Батихан. Батихан озадачивается концертной программой, проверяет, как работает оборудование. Зам Акима города тем временем проверяет, как работают городские предприятия. Показатели социально-экономического развития никто не отменял. Областной Аким эти задачи ставят с регулярной периодичностью. А в пригородном поселке недавно закрылся кирпичный завод. Нет рабочих рук. Идти за 80 тысяч, месить кирпичи, желающих как-то нет. В казино платят больше. Официальное руководство казино сколько ни говорит. Неофициально вроде как дилеры вместе с чаевыми зарабатывают тысяч по 200. В развитии предпринимательства города Копчегая Акимат города очень большой оказывает свое содействие. Население города Копчегая у нас задействовано в разных сферах. Большинство занятых на территории города занимается в основном, работает в производственной индустрии, промышленной отрасли. То есть это порядка где-то около 17 тысяч человек. Кроме производства у нас также население города, ну занятость населения в основном задействована в сфере игорного бизнеса, потом в сфере малого и среднего бизнеса, плюс в сфере туризма. Некоторое время назад в городе открыли инновационное производство. Продукция нужная и востребованная. Но руководству приходится делать поправку на курс. Продажи идут не так, чтобы очень. Компания создалась в 12-м году, в декабре. Это уникальное предприятие. Может производить до 7 тысяч тонн в год стерелокрылой дисперсии. И также мы экспортируем продукцию и в Бекстан, и в Киргизию. У нас на сегодняшний день 56 рабочих мест, но после второго линии монтажа она достигнет где-то до 130 рабочих мест. Средняя заработная плата составляет где-то 120-140 тысяч тенге. Питбосс Ануар вспоминает, как в 2007-м остался без работы. Тогда казино в Казахстане закрыли. Работал водителем, таксистом, курьером. Пока игровые залы не появились уже в Копчегае и Щучинске. Здесь вновь начал снизу. Дилер, инспектор. И сейчас вот на руководящей позиции снова. Должно быть профессиональное качество. Знание игр, ведение игр, психологическая подготовка. Работа с клиентами опять же. Такого нет, что там бились в истерике. Такого я не видел, конечно. Бывает там удрученное состояние, скажем так. На дилерах не пидаются? Да нет. Там в 90-е годы было такое. Сейчас уже, я не знаю, это вообще единичные случаи. Ну, уже забыл вообще, если честно, когда такое было последнее. Цивилизованное, да? Сейчас, да, уже времена просто изменились. Которая игрока? Опять же, уровень просто вырос. Раньше, я не знаю, помню, стреляли, что только не делали. В центре детского творчества города Копчегай атмосфера поспокойнее. Но здесь тоже работают десятилетиями. Преподаватель класса Дамбрылевуд училась здесь. Затем в Алматы закончила престижный вуз и вернулась сюда. У преподавателя танцев Жасмин похожий жизненный путь. Прееменность поколения постоянно у нас идет. У нас люди работают и пенсионного возраста, которые создавали школу. И есть средний возраст. И есть, конечно, молодежь, которая только закончила, возвращается у нас, к нам возвращается. Это и хорошо, с одной стороны. Потому что традиционно сохраняется. Они знают нашу школу, своих преподавателей. У тех, кто работает в казино, как говорится, своя атмосфера, своя философия, свои взгляды на жизнь. Иногда кажется, что сотрудники казино даже разговаривают. Так же, как и преподаватели из центра творчества. Будто знают что-то очень важное. Но до чего додуматься должен каждый сам. За яркими огнями казино начинается простая, обычная человеческая жизнь. Здесь не выигрывают баснословных сумм. Те, кто азарту, предпочитают простые, мирские, обычные человеческие радости. Для них недавно реконструировали городской парк, построили аквапарк. Да, к тому же, рядом, неподалеку, Копчегайское водохранилище. Еще задолго до известия о переносе казино и немного времени спустя, после обретения страной независимости, в Копчегай пришли итальянские инвесторы. Выстроили здесь аквапарк, теперь неплохо на этом зарабатывают. Сколько, правда, не говорят коммерческая тайна. Главбух родом из Копчегая. Вспоминает, как раньше ходили купаться на дикий пляж. Сегодня вот 33 удовольствия в городе. Ну, почти 33. Люди стали отдыхать культурно. У нас приезжает не только Алматинская область, но практически весь Казахстан. Если люди раньше, миграция была в Германию, то сейчас они все в гости приезжают, обязательно приходят в аквапарк. Лет 20 назад, да, то, значит, по всему городу стало очень много озеленения. Центральные улицы полностью озеленились. Теперь, значит, вот создали парк полностью для детей. Ну, вот этот вот аквапарк. Полностью меняется сама инфраструктура города. Все равно построили очень много домов. За зелеными кронами деревьев, нет-нет, все же мелькнет. Остов многоэтажки, пережиток постсоветского устройства. Но квартиры здесь подорожали, а город действительно стал ярким. Зам городского главы как-то предложил покрасить дома и крыши в яркие цвета. Ну и просто глядя на них, хмуриться перестаешь и о хорошем думаешь. Такая вот психология урбанистическая. Устроители курортного отдыха тоже оценили перспективы и предлагают жителям нашей необъятной страны забыть уж о береге Турецком и приехать на наш такой родной, близкий и, в принципе, особо от турецкого не отличающийся. Я вот не понимаю, почему люди за границей ездят отдыхать в Турцию, тратят бешеные деньги. Когда можно отдохнуть у нас, на Капчегае. Очень хорошие условия, очень хорошее обслуживание. За меньшие деньги, за намного меньше деньги. В ресторане у Виктора сегодня известный повар вновь будет творить чудеса. В смысле, приготовить что-нибудь изысканное. А на запах к нему и сегодня подъедет кто-то из гостей казино. Я думаю, увеличилось количество посещений, более культурных объектов, чем просто городские пляжи какие-то. Персонала у нас около 30 человек работает. От 30 до 50, в зависимости от сезона. Ждем, когда достроится дорога в город Капчегай. Насколько я слышал, будет аэропорт строиться здесь, рядом. И я думаю, мы уже сможем работать зимой, не только летом. Потому что летний период он короткий. Сезонность она как бы сложна для предпринимателей тем, что очень сложно персонал находить на короткий период времени. А когда будет круглогодично, тогда будет персонал постоянно. Дорогу от Капчегая до Алматы закончат уже к следующему году. Впрочем, уже к концу этого обещают открыть три полосы на всем отрезке. И кажется, что окупится трасса довольно скоро. Ближе к восьми вечера на ней начинается пробка из Алматы. Утомленные соотечественники спешат уехать от суеты и смога мегаполиса. А в Капчегае начнется еще одна ночь, полная сюрпризов и неожиданностей. И только повидавшее немало днем солнце смущенно спрячется, чтобы остудиться и не раскрыть всех секретов казахстанского города развлечений.